МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я расскажу, как решить проблему ежегодной побелки потолков и чтобы выглядело дорого и качественно. А также разберемся в плюсах и минусах установки натяжного потолка. Звездное небо в зале, цветы в ванной или знаменитые картины на кухонном потолке. И на помощь в этом приходят потолки. Современные технологии позволяют превратить их в настоящее полотно, на котором дизайнеры могут воплотить любую фантазию. Процесс установки монтажа, в принципе, несложный, но в нём есть свои нюансы мелкие. С первого раза у вас самому, допустим, не получится установить его. Монтаж потолков занимает в среднем... Допустим, комната 20 квадратов занимает в среднем около 2 часов. Полностью с установкой потолка, люстра. Сначала на базовом потолке и стенах размечают места крепления. Дальше полотно в упаковке разогревают с помощью тепловой пушки и постепенно расправляют. В третьем шаге специальными клипс-зажимами они прикрепляют полотно к багету и уже заправляют гарпуном багет, после чего по диагонали разогревают и растягивают уже мягкую плёнку. Кстати, считается, что натяжной потолок – лучшее, что можно встретить на рынке. Единственное, нужно правильно подобрать специалистов, потому что риски заболеть при использовании некачественного покрытия велики. Сталкиваясь с дешёвым матерям, вы рискуете, опять же, своим здоровьем. То есть это эллигическая реакция, запах неприятный, который издаёт потолок, и в дальнейшем просто он не проживёт ту гарантию, которую предоставляет компания. Натяжные потолки производят на вот таких станках, используя экологически чистые материалы. При этом сначала их нарезают по необходимым размерам. После в цехах гарпунят и спаивают материал, который монтируется в качестве натяжного потолка. Изначально, до того, как поступит материал нам для изготовления, в начале, по такому вот чертежу, на компьютере забиваются специальные программы все размеры. Программа сама выводит. Этот листок даётся раскроющику. Раскройщики на раскроющем столе вот здесь раскраивают по размерам определённый потолок, определённого цвета, определённого материала. Процесс спайки производится таким образом. То есть на позиционер укладывается полотно, затем на полотно укладывается гарпун. Таким образом, чтобы гарпун плотно прилегал к позиционеру. Тем самым он прижимает материал к позиционеру. Что касается ухода, то, пожалуй, натяжной потолок – самое прагматичное решение. Во-первых, он не требует особенных усилий по мытью. Во-вторых, сам по себе является защитой для вашей квартиры. Например, от риска быть затопленными соседями сверху. Бывают случаи, когда соседи затапливают вас, и в потолке скапливается вода. Но наш потолок выдерживает огромное количество воды, и просто вода скапливается в одном месте, и там, где потолок, образуется шар. Надувается он. Вы вызываете нас, и мы приезжаем. Ну, либо кольцо туда клеим, термокольцо специальное, через которое мы можем его слить. Те, кто уже воспользовался услугами установщиков натяжных потолков, ничуть об этом не жалеют. В этой стоматологической клинике натяжные потолки служат уже не первый год. И, как утверждает её руководитель, внешний вид за это время ничуть не изменился. К натяжным потолкам я пришёл не случайно, потому что прежде чем начать план строения чего-то и так далее, вложения, то просчитывается весь бюджет. И, во-первых, в плане бюджета это очень, как бы, доступно получается, и не нужно много ломать везде, да. И в том плане, что именно у нас стоматология в плане гигиены очень хорошо. То есть она подлежит лёгкой обработке поверхности и при этом же сохраняет свой первоначальный вид, не тускнеет. Плюс натяжного потолка заключается в том, что он долговечный. Ночной потолок, вот мы его устанавливаем и даём гарантию 10 лет на него, только мы. А стоять он будет, в принципе, не только 10, может и 20, может и 30 лет простоять. В отличие от того же гипсокартона. Например, гипсокартон его раз в год-два приходится чем-то подмазывать. Ну, либо краска где-то спадает. Один из устоявшихся мифов вокруг натяжного потолка – это то, что якобы они скрадывают высоту потолка. На самом деле минимальное расстояние, на которое возможно отступить от основного потолка, около 3 сантиметров. Насколько его нужно увеличивать, будет зависеть от освещения. Что касается провисания, то максимальное расстояние – 1 сантиметр на 10 квадратных метров. Но невооружённым взглядом такого изменения не заметить. Кстати, в интернет-сети вы можете найти всевозможные эксперименты о прочности натяжного потолка. Ну и если 100 килограммов каменной крошки выдерживает материал натяжного потолка, то и легко выдержит очередной потоп от соседей. При этом после откачки воды рисунок останется прежним. Уход натяжной потолок не требует никакого. Только если протереть его раз в 3 года, в принципе, обычной сухой тряпочкой, то есть, как называется, навафельная тряпочка, и обычный мистер мускул, который не содержит спирта. Материал сам по себе очень тонкий, он составляет 0,17 миллиметров, то есть микроны, грубо говоря. Но выдерживает на 1 квадратный метр 100 литров воды. То есть представьте, насколько это очень крепкий материал. Что касается выбора, то надо сказать, что видов натяжного потолка существует предостаточно. Здесь всё зависит только от предпочтений. Натяжных потолков очень много. Допустим, есть лаковая структура, есть матовая структура, есть сатиновая, есть фактурная структура. Но это тоже, как бы, цветовая гамма, где-то примерно около 120 цветов. То есть многофактурная такая. Но это тоже, как бы, каждому клиенту идёт эксклюзив, то есть подход к каждому потолку, к каждому клиенту. Если взять 8-5 лет назад, даже, как бы, многие клиенты предпочитали, допустим, глянец, там, хай-тек, допустим. А сейчас, в последнее время, вот год-два, больше предпочитают классику, то есть матовые, сатиновые потолки идут. В чём же разница между матовым и глянцевым потолком? Плюс, вторых, в том, что отражающая поверхность раздвинет пространство, и комната визуально будет казаться больше. И чем темнеет цвет плёнки, тем более выраженным становится отражающий эффект. В настоящее время начинные потолки пользуются большим спросом. Во-первых, то, что это стало дешевле, чем раньше. Сейчас практически каждому жителю это доступно. В том, что цена на это намного дешевле, чем, допустим, он будет это всё вытягивать. Во-вторых, это долговечно, то есть никаких трещин, ничего он уже может не бояться. Ну, как правило, человек, заезжая в новую квартиру, или, допустим, у него есть седьмом, сталкивается с проблемой с тем, что у него трещины на потолке, или потолок чернеет, как ранее, наверное, говорили. При установке натяжного потолка он про эти проблемы совершенно забывает. Однако не стоит забывать, что у всех видов натяжных потолков есть общие недостатки, о которых, конечно, мало любят рассказывать специалисты. Например, в случае монтажа в натяжные потолки светильников придётся ограничить их мощность. В противном случае со временем вокруг лампочек образуется непривлекательный ореол желтоватого оттенка. Плафоны следует подбирать с хорошей термоизоляцией, или же устанавливать их так, чтобы они не соприкасались с полотном потолка. Также, если устанавливать натяжные потолки на кухне, необходимо убедиться, что они не будут расположены близко к варочной поверхности. Если этого не соблюсти, то со временем в месте, которое ближе всего к плите, может измениться цвет или даже провиснуть полотно. Это был «Стройпроект». До встречи в эфире. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт 24KZ, пишите и комментируйте. А мы продолжим разбираться в деталях такой непростой, но жизненно важной строительной отрасли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok